Затяжная зима в этом году долго не хотела уступить место весеннему солнышку, и пермики, уставшие от холодов, радостно распахнули свои объятия первым признаком тепла. Но специалисты предостерегают резкий переход в легкую одежду – первый друг вирусов и инфекций. При минимальном солнце и при повышении температуры на плюс все начинают раздеваться, сменять на легкие куртки, снимать шапки. Это фактор переохлаждения, повышает риск снижения иммунитета и активизации вирусной инфекции. Тем более, что весеннее тепло переменчиво. Если днем мы можем ходить в легкой курточке, то вечером могут пригодиться и шапка с перчатками. Именно в эту пору повышается риск заболеть. Сперва слабость в теле и мышцах, потом все остальные признаки вируса. Специалисты различают синдромы катаральные и интоксикации. Катаральное проявление острых вирусных инфекций – это заложенность носа, бильный насморк, першение в горле, боль в горле, чихание, покашливание. К синдрому интоксикации относится лихорадка, то есть повышение температуры, головная боль, боли в мышцах, слабость, потеря аппетита. Факторы риска – это пребывание в коллективе, младший детский возраст, беременность, а также наличие хронических заболеваний, бронхиальная астма, сахарный диабет и перенесенные инсульты. Но даже при первых признаках заболевания не всегда удается сменить режим и заняться своим здоровьем. Но есть универсальные правила поведения для тех, кто не хочет распространять вирус вокруг себя. Необходимо минимизировать контакты больного со здоровыми членами семьи. Необходимо чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку помещения. Больному необходимо пользоваться индивидуальной посудой и при общении с индивидуальными средствами защиты, то есть использовать маску. Если избежать болезни не удалось, необходимо сразу обратиться к врачу. Он выпишет нужные медикаментозные препараты и направит на процедуры, если в них есть необходимость. Как правило, это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями уха, горла, носа. Если нет времени ходить на процедуры в медицинские учреждения, сеансы физиотерапии можно делать и в домашних условиях. В этот аппарат входят такие излучатели, как насадочка на нос, тепловая. У нее три режима тепла. Она удобно крепится вокруг головы. Три режима тепла от 47 до 55 градусов. Для того, чтобы прогревать полость носа, гайморовые пазухи. Широко это применяется при лечении каких-то ринитов, синуситов, гайморитов. Также широко применяется для лечения полинозов. Тепло снимает отек, стимулирует выработку внутреннего интерферона. При температуре выше 37 градусов погибают вирусы и бактерии, которые уже попали в полость носа. Если тепловой эффект противопоказан врачом, например, при аденоидах, пациент может применять для лечения магнитотерапию. Магнитное поле, оно точно такое же, как алмага, бегущее импульсное магнитное поле. А красный свет обладает бактерицидным действием. И на этот излучатель можно надеть насадочку с двумя штырьками, ввести в полость носа. Можно просто к носику прикладывать. Или с одним штырьком, чтобы ввести в ухо или просто приложить к уху. Если противопоказаний нет, для лучшего результата физиотерапевты рекомендуют сочетать процедуры по 10 минут тепла и магнитотерапии. Но перед применением обязательно нужно посоветоваться с врачом и не пренебрегать инструкцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова